Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс. Если вы еще не разбирайтесь в финансовых рынках, но хотите это сделать, поверьте, этот канал точно сможет вам помочь начать движение в этом направлении, поскольку там есть статьи, которые помогают новичку адаптироваться к тому, что сейчас происходит в плане спекуляции, дают советы профессионалам, ну и, конечно же, подкидывают конкретные торговые рекомендации, как и что нужно делать здесь и сейчас. То есть не использовать эту информацию, имея ее, мне кажется, совершенно неправильно. Не забывайте, друзья, оставлять фидбэк, всегда приветствуется, конструктивный, только это тоже очень важно, потому что только конструктивный фидбэк должен приниматься, наверное, к рассмотрению и приводить к каким-то новаторствам и изменениям. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря долгожданное заседание ОПЕК. О нем мы будем говорить сегодня, завтра будем подводить итоги. Ну и первым активом, который вам сможет ответить на вопрос, какое решение принято, это, собственно, сама нефтянка, бренд и WTI своими движениями, которые мы ожидаем в течение сегодняшнего дня. Поэтому если, друзья, бренд WTI – это те активы, которыми вы торгуете и спекулируете, сегодня настраивайтесь на высокую волатильность. Отсюда нужно контролировать риски, следить за загрузкой депозитов и так далее. Помимо заседания ОПЕК, еще блок статистики, личные доходы и личные расходы в 15.30 по московскому времени. Но это все цветочки, ягодки еще впереди, но он фарм перлс в пятницу. Ключевой отчет по состоянию американского рынка труда, который мы с вами будем анализировать не просто как отчет, дающий оценку о том, как хорошо чувствует себя данный сектор американской экономики, о том, как он может повлиять на риторику американского регулятора, который остается без того крайне жестко. Поэтому лично для меня создает хорошие условия держать именно уверенность, сохранять уверенность в том, что индекс доллара против, как актив, оценка индекса американской валюты против основных валютных конкурентов будет расти, дорожать. Поэтому экономический календарь сегодня тоже полон на события. Нужно, друзья, торговать и, соответственно, правильно интерпретировать эти фундаментальные события. По поводу прогресса в переговорах касательно Восточной Европы. К сожалению, тот позитив, который пытались протранслировать в ходе торговой сессии вторника, мы помним, как воспрял духом весь спектр рисковых активов на якобы прорыве переговорах по Восточной Европе. Но вот, к сожалению, последняя информация, которая датируется вчерашним днем, никакого прогресса по-прежнему нет. Я очень рассчитываю на то, что стороны вернуться к конструктивным переговорам смогут найти общий язык, преодолеть все спорные моменты, потому что, так же, как и любой нормальный человек, я за возможность спекулировать на рынках, да и, в принципе, принимать какие-то торговые решения в условиях не военного конфликта. Давайте к рынку нефти. 106.50 котировки Брента. Заседание ОПЕК. Какое решение будет принято? Я на 100%, а сегодня уже на 100%, друзья, уверен, что страны ОПЕК примут решение сохранить в силе прежние условия сделки по ежемесячному наращиванию нефтедобычи не более чем на 400 тысяч баррелей в сутки. Эта сделка, соглашение, действует с середины прошлого года и направлена на то, чтобы поэтапно, не перегружая мировую экономику с значительным чрезмерным ростом предложения, вернуть уровень нефтедобычи к тем показателям, которые были до начала пандемии. Сейчас до того, чтобы этот уровень вернулся к допандемичным значениям, нужно, чтобы страны ОПЕК нарастили производство еще больше, чем на 3 миллиона баррелей в сутки. Ну, то есть, простая математика, 3 миллиона разделить на 400 тысяч, и вы поймете, сколько еще месяцев необходимо для того, чтобы вернуться к тем старым добрым показателям по совокупному производству. Страны ОПЕК Плюс могли бы пойти сейчас навстречу ключевым импортерам нефти, которые уже не знают даже как призвать участников энергетического пакта поднять производство, потому что только лишь рост уровня нефтедобычи может сейчас спровоцировать реально более глубокую коррекцию или даже привести к тому, чтобы снижение бренда WTI пересло в нисходящий тренд. Но страны ОПЕК Плюс пока что сохраняют статус кво, не удовлетворяют эти запросы, потому что считают, что сейчас нет никакой острой необходимости в том, чтобы вмешиваться в текущую ситуацию в плане баланса спроса и предложения. И сейчас, почему я сказал, что я теперь на 100% уверен, что страны ОПЕК Плюс не согласуют дополнительный рост нефтедобычи сегодня, это потому что у них есть железобетонный аргумент в виде ситуации с ковидом в Китае. То есть буквально в этот понедельник локдаун, полномасштабный локдаун был введен в Шанхае, это 25 миллионов человек, которые оказались в изоляции. Если добавить к этому еще несколько промышленных центров, например, Шаньчжэнь, который тоже оказался в изоляции еще несколькими неделями ранее, то под карантином сейчас больше 50 миллионов человек. Конечно же, отразится на спросе, в том числе и на нефтянку. И ОПЕК это прекрасно понимает, поэтому будет сегодня как раз уповать на этот факт, что зачем сейчас вмешиваться в текущую ценовую конъюнтуру, пытаясь ослабить цену на нефть, когда спрос на нефть из-за ковида в Китае и так просядет, и по идее это должно привести к негативной тенденции на рынке углеводородов. Но мы-то с вами, друзья, знаем, что, ну, по крайней мере, я рассчитываю на то, что вы помните, о чем я говорил ранее, касательно того, насколько реально может просесть спрос из ситуации в Китае. Вы помните, насколько реально снизилось предложение из-за событий в Восточной Европе, из-за отказа многих стран, а в том числе из-за репутационных рисков от поставок и закупок российской нефти. И помните, что дефицит предложений это прям идея номер один, номер два и номер десять, которые сейчас характеризуют сектор нефтянки. Поэтому если ОПЕК сегодня не поможет медведям, то рынку нефти, по сути, опять же, продавца не поможет ничто. И после локальной проторговки, консолидации я буду снова вам активно рекомендовать нефть выкупать, да и в принципе это уже делаю, потому что текущий уровень мне кажется очень даже подходящим для того, чтобы залазить в долгосрочной длинной позиции. Индекс доллара 98 пунктов, даже несмотря на то, что индекс доллара потерял около одного пункта, он все равно находится на максимумах с июня 2020 года. Причем большое спасибо Федрезерву, который нас настроил на то, что доллар нужно покупать. Очень резонансная была инициатива Байдена, озвученная буквально накануне относительно того, что на финансирование оборонного сектора нужно выделить дополнительно 1 триллион долларов. Собственно, проект бюджета подразумевал расходы в совокупности на все около 5-8 триллионов долларов и вот 1 триллион, ну приличная часть, скажем так, на оборонку. Это возмутило общественность, потому что все считали, что в условиях текущей экономической действительности, роста цен на энергоносители, роста цен на товары и услуги, было бы логично со стороны правительства, сейчас направить эти деньги в фонды, которые будут поддерживать предприятия и население. Поэтому у Байдена, у которого очки политические и репутация, и так на минимальных значениях за все время его политической карьеры, поскольку рост цен на топливо на американском рынке ассоциируется с неверным курсом именно Байдена во внешней политике. Сейчас еще и такие инициативы окончательно закрывают вопрос относительно того, чтобы он получил одобрение, ну, например, какое-то время свойственное ранее для Трампа. Политический кризис, я бы не сказал, что все к этому идет, но политическая тема нестабильности в США, именно такое отношение к Байдену, на мой взгляд, это еще одна причина, почему все-таки доллар может получить еще большую поддержку, потому что доллар остается защитным активом. Друзья, мы с вами ждем Non-Farm Pearl завтра, и ни в коем случае сейчас не расстраивайтесь, то, что индекс доллара не смог выйти на новый локальный максимум, все впереди. Хороший отчет завтра по Non-Farm, это очень хороший буст потенциальный для доллара, я думаю, что именно это и произойдет. Тем более, что вчерашняя статистика ADP, частная оценка по рынку труда, не разочаровала. 455 тысяч новых рабочих мест, классный отчет, не суперский, скажем, как выражается молодежь, но хороший. И при похожих цифрах от Non-Farm Pearls у доллара будет фундаментальный буст для восстановления. Я рекомендовал также сделку по паре доллар-иена с отметкой 122.50, эта сделка все еще актуальна. Золото, друзья, сегодня я делаю акцент и прям основной упор на индекс рыночных настроений Кайман, который снова перевернулся. То есть мы с вами ждали оптимальную точку входа с отметки 1900, там купили, и хайп вчерашнего дня был 1938. На этой сделке можно было очень много заработать. Сегодня я перевернулся, друзья, и снова ожидаю похода золота в район 1900 долларов за тройскую унцию, где буду фиксироваться, потому что Кайман говорит о том, что толпа снова залезла в ланги. Идем по пути наименьшем сопротивление против толпы. Что касается других финансовых активов, доллар-канадец, сделка, рекомендую шортить с отметки 1.25. Европейская валюта 1.1159. Можно дождаться теста поддержки 1.11 и продавать. Релиз по индексу настроений в экономике вчерашний снова расчаровал, даже не знаю какой по счету отчет по европейской экономике и слабый. То есть как только рынок все-таки поймет, что Россия и Украина все еще далеки от какого-то компромисса, риск снова окажется в числе аутсайдеров. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока! Продолжение следует...